Добрый день. Вы знаете, сейчас в нашей России происходят знаменательные события. Общество стало больше внимания уделять работе с людьми, особенно с молодежью. И вот недавно состоялся третий съезд Российского общества знания, который принял решение активизировать эту работу. Государство повернулось лицом в просветительской работе. Некоторые руководители государственной структуры возглавили определенные направления деятельности Российского общества знания. Сейчас задача, чтобы знания нести в массы, чтобы молодежь привлекать к знаниям, чтобы это стало модно, чтобы это было нужно молодежи. Поэтому 20-22 мая по стране проводится просветительский марафон, который называется «Новое знание». В чем его суть? Суть заключается в том, что в восьми городах, прежде всего в Москве, но и в других, проводится целая серия различных мероприятий, а именно выступления известных людей, и не только политиков, это и экономисты, ученые, артисты, ведущие, очень уважаемые люди. Вот они рассказывают о том, как они видят мир, что они желают молодежи, что они желают в нашей стране. И это транслируется по всей стране. Поскольку наш город только принимает эту информацию на данном этапе, в будущем, я думаю, у нас тоже подобный мероприятий проводится, мы сегодня собрались для того, чтобы заслушать одно выступление, а именно пресс-секторя президента России Дмитрия Сергеевича Пескова, и обсудить, что нам можно здесь в Уфе просветительского актива делать, как улучшить работу с молодежью, улучшить работу с населением. Вот мы сегодня обсудим это. Никаких, конечно, решений принимать мы не будем. Мы просто задумаемся, как нам дальше работать. А вот Вы же, например, застали, я так думаю, то общество знания, которое было в Советском Союзе? Да, я застал. Я с 1983 года член Всесоюзного общества знания. Я проехал многие районы республики, выступал на заводах, выступал в сельско-полевых станах, выступал в студенческих аудиториях. Потом, к сожалению, когда советской власти не стало, общество знания пришло в упадок, потому что никто не помогал. Активисты были всегда, и в самые трудные времена, но им было трудно. А вот сейчас будем надеяться, что с помощью государства мы возродим эту очень хорошую традицию, потому что все люди прошлого поколения утверждают, что лекции общества знания – это прекрасно. Это такой импульс придавали. Это придавало столько интересных эмоций, знаний. То есть будем надеяться, что все будет хорошо. А по Вашему, раз говорят, импульс и знания, а что давало по Вашему обществу знания тогда? Значит, если Вы готовы еще минуту меня послушать, я скажу. Общество знаний было создано в 1947 году. Люди устали от войны. Многих интеллигентных людей в деревнях, городах, малых, да, поубивало. Там не осталось ничего культурного. И вот в 1947 году приняли решение. Самые умные, самые известные люди поехали по всей стране и выступали в самых отдаленных местах. Люди слушали, люди возвращались к мирной жизни. Они узнавали очень много. Это знал, а значит, опять вызывало позитивные эмоции, желание лучше жить, лучше работать. Это был огромный всплеск. И оно продолжалось. Вот многие десятилетия. 20 миллионов в год Всесоюзное общество знания охватывало людей вот этими выступлениями. Сейчас президент поставил задачу 30 миллионов, значит, мероприятий, ну не мероприятий, а охватить людей проститистской работой. Но здесь, понимаете, а сейчас не только пандемия. Сейчас еще и разброд в умах, сейчас воздействие негативное, воздействие интернета и всех наших, скажем, недругов, которые воздействуют в сознании народа. Вот это все должно способствовать тому, чтобы мы эти препятствия преодолели. Да ведь, вот вы говорите, знания давало импульсы, но ведь внутри тоже много полезной и положительной информации. Зачем тогда нужно это возрождение? Значит, вы знаете, один известный ведущий у нас на телевидении, он перед началом передачи говорит, или в рекламе, что в современном мире информации много, знаний мало. То есть наличие информации и знания, обретенные человеком, это несколько разные вещи. Поэтому вот та работа, которую мы проводим, будем активно проводить, идет в формировании знаний. То есть осмысленного понимания происходящего, умения применять эти знания в своей практической деятельности. Вот для чего это все пытаются организовать мы. Перебивка возьми и чуть-чуть нас подсеркнуть. У нас, правда, формат новостей, что мы поставим вас 20 секунд примерно. Генеральный директор, кстати, генеральный директор, он победитель конкурса «Лидеры России», «Древоль». Они же в советское время занимались пропагандой. Он говорит, а что такое пропаганда? Боя силы, политические, неполитические, объясняют свои знания, объясняют свою позицию. Полагают наши враги. Мы будем... На каких принципах? Прежде всего, чтобы они были уверены и гордились собой, да гордиться, несмотря на трудности, которые у нас были. И благодаря этому ты и сам разовьешься и достигнешь своих каких-то целей жизненных, служебных, каких угодно в этой стране. Это ему тоже такой вопрос задавали. Он ответил, ну, немножко другими словами. Вы только что смотрели? Не понял. Видео смотрели? Я смотрел ВКонтакте. Видео... Смотрите, сейчас буквально вчера запустился большой марафон. Он называется «Новое знание». В свое время в Советском Союзе была нашумевшая, очень знаменитая, известная, любимая многими площадка, называлась «Союзное общество знаний». Потом это как-то слава утихла, а на этой площадке всегда собирались разные люди и всегда вырабатывалось классное, какое-то согласительное, общее мнение. В доброй, очень корректной обстановке. Это было здорово. Такой дискуссионный клуб. Сейчас, в связи с тем, что и новые тренды, новые совершенно способы коммуникации, онлайн-коммуникации, эта площадка Всероссийского общества знаний запускается и в офлайн, и в онлайн формате. На территории Республики Башкортостан общество знаний работает, слава богу. И сейчас, я надеюсь, будет такое новое перерождение, возрождение и в онлайн формате, и в офлайн формате. Место, где разные люди с разными точками зрения будут встречаться и обсуждать свои подходы. В смысле, научные подходы, культурные подходы, какие-то идеи, которые немножко глубже вгрызаются в какую-то тему. Ну, например, как сегодняшняя тема лекции, которую начнет Песков, это лекция о том, что такое фейк-ньюс и что такое чистое знание. То есть он противопоставляет два этих понятия, и, собственно, мне, как человеку, как модератору этой площадки, очень интересно покопаться в том, что такое фейк-ньюс и что такое чистое знание именно в теоретической части. Посмотреть, какой же фундамент у двух этих понятий, из которых возникает много различных споров. Поэтому вот эта тема, ну, прям замечательная. А так, марафон большой, он проходит вчера, проходил вчера, проходит сегодня, проходит завтра. Безумное количество очень интересных звездных спикеров. Я всем рекомендую подключиться к сайту Российского общества знаний и посмотреть, что там еще идет. Это классно. А вот вы говорите, у нас существует, оно прям тоже так называется? Да, вот же, вот, смотрите, называется Российское общество знаний. Да, да, в республике Башкортостан действует. И вот, я думаю, Сергей Алексеевич Ширинкин поподробнее расскажет об этом. Он возглавляет региональное отделение. А он, значит, все затухло после советского инстанции? Смотрите, ну, я не знаю, что имел в виду Сергей Алексеевич, но если он здесь, если он представляет общество знаний, значит, общество знаний живет. Возможно, он говорил о том, что, ну, внимания меньше к нему было, еще что-то. Слава Богу, сейчас власть поддерживает этот проект, и это очень важно. То есть, вот я поддерживаю, вы знаете, я поддерживаю любые вложения в культуру, в образование, в науку. Вот чем больше, тем лучше так должно быть, потому что это наше будущее. А без этого, ну, не имеет смысла ничего делать, да. Поэтому вот здесь, да, сейчас есть внимание, сейчас есть какой-то бюджет у нашего всероссийского общества знаний, которое было всесоюзным в свое время, и это прекрасно. И эти средства необходимо выделять, потому что знания нужно распространять, шарик. Ну, а у нас, как это будет уноситься до наших детей? Слушайте, ну, мы будем делать все возможное для того, чтобы этому содействовать. Мы, как Центр современного искусства облака, в рамках моей деятельности в СПЧ, в любой общественной деятельности, мы будем стараться распространять эту возможность. Да, есть традиционный способ онлайн-коммуникации, когда на одной площадке собираются люди. Я уверен, что онлайн-проект, онлайн-формат также будет расти, также будет распространяться. И дай бог, чтобы это происходило как можно более эффективно. Слава богу, сейчас, ну, как-то набрались опыта, и у нас он нормально работает все в республике в части инцидент-менеджмента и прочих вещей. Ну, не без нареканий, но, по крайней мере, значит, лучше, чем было раньше. Вот, мы это понимаем. То есть, мы видим динамику, мы видим динамику БСТ, которая идет в цифру, и это прекрасно. Получается, вот, российское общественное знание, оно существовало, но оно, скорее всего, было только оффлайн, да? А сейчас новое знание, оно будет еще онлайн, да? Ну, подход был такой, да. Было вот, в оффлайне собрались, где какой-то лекторий там организовали, своими силами, не особо большими, поскольку, ну, это на, там, добровольческих основах как-то все формировалось. А сейчас, если есть средства формирования и каналов, коммуникационных, онлайн-каналов, и на лекторов, потому что звездный состав просто так не соберешь. То есть, там либо чем заинтересовать надо, либо генера заплатить. Так вот, слава богу, это все происходит, и это очень важно. Соответственно, к этим спикерам подтянутся их слушатели, их аудитория. А будет аудитория, будут другие спикеры. Это классно. Раз про Казмарова, то что шла, то будет ли это платным? Ну, насколько я помню, общество знаний никогда не было платным, за исключением отдельных каких-то важных событий, которые, я помню, еще в 80-х годах платили по рублю, чтобы пойти и послушать какого-то из известных. Наверное, какой-то бюджет, если будет, что можно привлекать звезды? Я уверен, что на уровне России будут формироваться бюджеты, и я очень желаю этого, потому что без денег обычно получается на уровне ничего. Потому что нельзя построить нечто без активности, раз, и без финансовых ресурсов, два. Я уверен, что государство это понимает, и, собственно, именно поэтому и сменилось, и руководство новое пришло к обществу знаний, и какие-то вот такие мероприятия проводятся. Это классно. Ну, а если ничего не получится, то, соответственно, ничего и не будет. Наверное, и здесь тоже будет собираться, как раз на вашей площадке, да? Мы открыты всегда. То есть мы открыты всегда, мы как раз, собственно, этим, мы занимаемся всю нашу восьмилетнюю историю, и мы обязательно будем поддерживать любые инициативы знаний. Может быть, уже какая-то конкретика все-таки нагрела, что может быть здесь, вот конкретно здесь, готовы собирать дальше для лекций, для мастер-классов? Слушайте, ну я могу вам сказать, что мы готовы. А вот как будет работать знание, я желаю искренних успехов коллективу нашего регионального отделения общества знаний. Я надеюсь, что с поддержкой федерального центра, безусловно, без нее невозможно, с поддержкой региональных властей все это получится нормально. Что-то я вот ее проговорила, по-другому. И в пиджаках. Да, кстати. Да, ты куда? Ну, как сказать, вообще общество знаний существует много-много лет, чуть ли не сто, да, чуть поменьше, чем сто. Вот, это такая история очень длинная, очень славная. И, ну, в последние годы, к сожалению, это, как бы, деятельность, она затухла, да. Сейчас пришло новое поколение, и будет все это развиваться, я этому рад. Ну, с точки зрения, понятно, что просвещение никогда не заменит образование, но, с другой стороны, это, может быть, некая мотивация к образованию. То есть, человек, послушав лекцию, решил узнать побольше, поступил в университет. В школу востоковедения Кунтуу поступил к нам, стал очень умным, а потом пошел сам лектором знаний. Моя мама, кстати, работала лектором знаний, да, но это было где-то лет 50 назад, то есть, очень давно. Ну, как бы так, была лектором, но с теплотой вспоминаю это время. Как-то так. А вот сегодня тема фейк-ньюс, да, у нас сегодня она актуальна в республике? Ну, смотрите, наша кафедра проводит исследование поколения Z, как таковое, это студенты 18-24 года. И совершенно случайно, так получилось, что на этой неделе мы закончили этап исследования именно уфимских, опрос уфимских студентов, у нас больше 400 анкет. Вот, сегодня я с разрешения Гагина Буду, Леонид Валентиновича, немножко сделаю короткое сообщение. 70, я просто скажу так, что порядка 79, там, почти 80 процентов сталкивались с фейками. Вот, но отношения различные, более подробно расскажу. То есть, это проблема, в принципе, не проблема, это явление есть. Есть, это явление есть, хорошее оно или плохое, это уже второй вопрос. Это к веселью или, наоборот, к какому-то плохому, это тоже следующие вопросы. Вот, мы это изучаем, но студенты, скажем так, молодежь это знает, понимает, что такое явление существует и как-то на него реагирует. А как это можно говорить, что плохое оно или хорошее, а фейк, это же всегда ложь? Ну, почему ложь? Фейк это сатира, фейк это юмор, вот, любая басня это фейк. Ну, мы же не говорим, что басня это плохо, да, Крылов? Ну, то, что Крылов писал, это же неправда, мартышка с очками не играет, вот, и там ворона с лесой не разговаривает, это же тоже неправда, да. То есть, есть такой замечательный сайт panorama.pap, фейк, где в четырех местах написано, и после каждого материала написано, что материал сатирический, события вымышленные. И все равно, ну, где-то раз, два раза в неделю кто-то из моих друзей, мне в ленте попадается, репост панорамы, да, кто-то решил позабавить своих подписчиков, и в то же время в комментариях люди восхищаются или возмущаются вымышленным событием, да. И один из десяти только обычно говорит, ребята, это же фейк, это же панорама, посмотрите, откуда ссылка, да. А люди воспринимают его как настоящие. Ну, или там кто-то говорит ура, кто-то говорит ужас, понимаете. Жизнь настолько у нас современная, настолько непредсказуема, настолько фантастична, что может произойти любое событие, да, и сатира в виде фейка, ну, почему нет? Ну, есть, конечно, то есть, это инструмент, это явление, которое можно использовать для зла или для добра. Вот, можно людей веселить, можно людей, там, не знаю, пугать, понимаете, да. Ну, раз не я сейчас отвечаю на вопросы, не я спикер, я бы тоже рассказала об этом, но я задам вопрос этот вам. Как тогда объяснить людям, чтобы по каким признакам отличить реальную новость от фейка? А никак не отличишь. Вот вообще никак не отличишь. А реальная новость, секундочку, реальная новость для нашего поколения, ну, и для вашего. Вы же тоже уже не 24, или уже еще 24. Так вот, если не говорить о поколении Z, да, то реальная новость это та, которая входит в наше миропонимание. Вот мы хотим, чтобы так было, нам хорошо в этом мире, мы представляем мир так, и в очень редким случаях мы усомнимся в его, ну, вот, в, как сказать, правдоподобности новости. Мы не хотим, чтобы так было, мы явления какие-то осуждаем, и мы видим фейк, мы видим новость, которая говорит нечто, что не входит в наше миропонимание, мы говорим, нет, это ложь. Понимаете? Доказать правду так же, чуть-чуть легче, чем доказать ложь. Это, я цитирую, есть такой умудрец, что он когда-то сказал, что говорите всегда правду, потому что ее чуть легче доказать, чем ложь. Но правду так же надо доказывать. Вот. А что является фейком, ну, кроме панорамы, которая вот говорит, да, мы сразу утверждаем, что это сатира, это фильетон, это юмор, этого не бывает. Вот. А, ну, доказывайте дальше людям, что нет летающих тарелок. Есть люди, которые считают, да, они есть. Как им доказать, что их нет? Да? В этом плане, вот мое, это мое личное отношение, я, кстати, много дискутировал и в научной среде, и в публицистической, что фейк это не какое-то страшное явление, там, да, как Трамп, как Меркель говорит. Это просто явление. Явление нашего мира, с которым нужно жить. Ну, наши обычные, вот региональные даже СМИ, если занимаются фейк-несом, это же не есть хорошо? Нет. Если они занимаются, публикуют фейки, и при этом не пишут, что это сатирическое материал, что это выдумка, это нехорошо, это нарушение закона. А другое дело, вот был случай, когда, он был тоже в СМИ, а некое издание берет комментарий у ответственного функционера администрации, там какой-то, не республиканской, не помню, какой-то администрации, ему дают официальный ответ, а потом они этот ответ дезавуируют. И получилось, что вроде как они, издание опубликовало ложную новость, но оно опубликовалось же на основе экспертного мнения конкретных людей, может быть, они как-то не совсем правильно оформили это, это уже второй вопрос. Но вот такие случаи, они как бы есть, они бывают. Я бы не относился к фейкам очень серьезно. Новость живет час-полтора. Даже если, например, напишут, что я рептилоид, и хвостик свой я спрячу, значит, там, не знаю, под пиджаком, ну, хорошо, ну, и что мне от этого будет плохого? Все, все, переливьте. Потому что знания — это все. И тот, у кого есть знания, он есть. Дело только за вами. Впитывать, слушать, читать, учиться. Моя сегодняшняя фейк-ньюс versus знания. Но одновременно она совершенно чуть-чуть поотвечать на вопросы. Если вам что-то будет интересное, и вы захотите что-то спросить. Конечно, борются наши профессионалы. Многие из них выступают перед вами в эти дни. Но я не хочу сейчас говорить вам о том, как... А вы здесь однозначно, что есть кто-то такие партнерские организации, которые... Они не про... И вот именно, наверное, о правде и лжи я хочу с вами... К сожалению, мы с вами живем в мире, где так было всегда. Так есть сейчас, и так будет завтра. И никуда здесь не денешься. Помните, наверняка вы знаете такого поэта, я его поэтом назвал. Я хочу обсудить. У оружия ведь есть определенные характеристики у любого оружия. Наверное, должно быть. Ну и третье. Связи, значит, пятого поколения переносят этот вирус. Кто-то также научно в белых халатах с медицинскими колпачками рассказывал о том, как ковид лечить. И это оружие в современном мире может спровоцировать любую ситуацию в межгосударственных отношениях. Это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране. И так оно и происходит. И вот это самое большое оборудование в такую обертку, которая привлекает миллионы и миллионы людей, которые потребляют эту информацию за правду. Вы тоже все наверняка не раз сталкивали. Правды накручивают целые лоскуты лжи. И тогда опять еще сложнее становится понять, что есть правда, а что есть не правда. Двойные стандарты. Стойко и активно вошла в наш с вами лексикон. Вреда фраза из нашего лексикона, но мы должны понимать, что это плохо. То есть искусственный интеллект. Они позволили родину от фашизма и спасали весь мир. Понятие такое чистое, 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 чистое знание. Можно ли помаду это? Ферзик, как думаете, что такое чистое? Я думаю, что чисто можно реально подтвердить то, что реально существует. По-моему, так. Но здесь еще раз говорю, нельзя сказать, что вот это чистое знание. То, что это красное, то есть чисто 100%, что это чистое знание, не знаю. Я не могу сказать. Я не могу сказать. В последствии распространения условно лживых новостей. Есть какая-то кто-то, кто распространяет, да им зачем-то это нужно. Уй, боно. Ну, вот рассказано было, что это оружие. Очковое нужное. И давать просто конкретный фейк сейчас мало реально, потому что он на третьем комментарии будет разоплачен. Скорее, наверное, начинались сильно о фейках, а о информации, которая не додается. Он просто внимательно будет слушать. Хорошо, ладно, окей. Да, если можно. Уважаемые коллеги, это молодые люди 18-24 лет, которые уже родились в 21 веке, живут в цифровом мире. Вот мы их изучаем с разных сторон. И буквально... Вот. Вот что нам дали их ответы. 400 студентов для социологии, 400 анкет для социологии, для Калматы и так далее. Но на сегодня вот что мы имеем. Это УФА. Итак, с ложными новостями Tech News включалось 79% опрошенных. Молодые люди прекрасно понимают, что далеко не все, что говорится и пишется, это не прав. Не является прав. Ложная новость. Следующий человек, пожалуйста. Нет, нет, нет. Там и написано. Вот. Итак, следующий человек, пожалуйста. Вот интересный момент. Есть такой сайт, называется panorama.pack Сатирический. Все его, многие, знают. Это сайт, где четырех местах большими бутира. Это вымысел. Это сказка. Где и все это написано. Однако, я немножко свернусь к этому, наше поколение, вот это мои подписчики, раз в две недели, Могин Атачий примерно говорит, ребята, это же сатира, это же вымысел. Но надо не обращать внимания, и люди дальше продолжают обсуждать какое-то явление, которое могло бы быть. 34% больше трети написали, что это очень смешно, для недостатки общества. Ну и 10% написали, что это ужасно, ложь, введение в заблуждение. Следующий человек, пожалуйста. Чаще всего встречаются ложные новости. О внутренней части, но встречаются ложные новости. Новости о внутренней политике России. 60%, о внешней политике 55%. Как угодно вам можете снять и слушать. Ну вот, все-таки, фейкнесс, они опасны ли? И часто же говорят, что не только проблема фейкнесс, а еще, наоборот, обвиняют, что новость ложная, а на самом деле она соответствует действию. Ну вот, например, с этим кладбищем. Но российское законодательство запрещает распространять недостоверную информацию в средствах массовой информации. До того, как был принят так называемый закон о фейкньюз, было нормальное гражданское законодательство, позволявшее оспаривать недостоверные сообщения, которые наносят кому-то вред. Ну, то есть, есть статья о защите деловой репутации и так далее. То есть, это была работающая прекрасная статья, которая действительно заставляла журналистов перепроверять новости, зная, что у них есть какие-то материальные финансовые риски, если они опубликуют недостоверную информацию. Ну и вообще, закон о СМИ подразумевает, что средства массовой информации несет ответственность за распространение информации. Она должна быть достоверной. Этого пункта в законодательстве этих законов было предостаточно для того, чтобы журналисты четко понимали свои профессиональные обязанности. Когда принимался закон о фейкньюз, это вызвало очень большие дискуссии в обществе, поскольку для журналистов очевидно, что уже имевшихся законодательных актов было достаточно для того, чтобы мотивировать их к исполнению своего служебного долга. И было совершенно очевидно, и на мой взгляд, были оправданы опасения о том, что статья о фейкньюз будет использоваться против распространения достоверной, но сложно подтверждаемой информации. Поэтому и эти опасения, к сожалению, оправдались. Очень многие издания оказались под ударом в результате публикации достоверной, но не подтвержденной официальной информации. Когда я говорю официальной, это значит, что документально подтвержденной или подтвержденной как бы ньюсмейкером, и в том числе в Уфе. Вот эта неприятная ситуация, которая исходила от нашего издания, когда я еще работала в коммерсанте, стоила больших денег, больших выплат журналистам. Напомните еще раз ваш вопрос? Могут ли быть опасны фейкньюз? Да, могут ли быть опасны. Недостоверная информация может нести определенную угрозу, так как мы живем в информационном обществе. С помощью информации действительно можно спровоцировать волнение, усилить паникерские настроения. Но ровно такой же эффект может нести и достоверная информация. То есть в данном случае любая информация, достоверная и вымышленная, может нести угрозу и создать паникерские настроения. Сам по себе факт пандемии у многих создал настроение паники, поскольку мы имели дело с впервые встречной угрозой. И можно сочинять информацию о каком-то новом вирусе, и это будет иметь ровно такой же эффект. Но я лично считаю, что законодательство фейкньюз, оно вредное абсолютно. То есть того пакета нормативных актов, который действовал до этого закона, было достаточно для того, чтобы распространение такой информации предотвратить. А вот чему оно опаснее? Как мы убедились, закон о фейкньюзе очень удобно использовать не по назначению, скажем так. То есть когда его принимали, отмечалось, что это будет инструмент для борьбы с намеренно недостоверной распространенной информацией. То есть, условно говоря, ты сочинил какую-то гадость, опубликовал ее где-то у себя в блоге или в средствах массовой информации. И так как это имело какую-то угрозу, вот эта часть закона, она очень непонятно прописана, что и позволяет ее широко оттолковать. Но по факту оказалось, что этот новый закон можно использовать и с другими целями, в других целях. То есть использовать против изданий, которые не нравятся, которые хочется приструнить, вести элементы цензуры государственной, которая запрещена российским законодательством. Вот практика оказалась такой. А что тогда сейчас нужно сделать, чтобы не было... Ну, если бы я была, не знаю, там, руководителем фракции «Единой России» в Государственной Думе, я бы отменила этот закон, признала его недействительным. Ну, это долгая процедура, и я думаю, никто в этом не заинтересован. Если бы я работала в прокуратуре, я бы принимала решение о возбуждении таких административных дел, четко и жестко расставляя рамки, что считать достоверно, ой, намеренно недостоверно распространенной информацией, а что считать там случайностью, или достоверной информацией, которая не несет угрозы, или там, ну, не знаю, нужны какие-то очень жесткие нормативы для того, чтобы вот этот плохо сформулированный закон применять ровно с той целью, с которой он, как заявлялся, принимается. А если бы я была судьей, я бы тоже разграничивала информацию, которая несет угрозу, или которая не создает угрозу. Потому что что такое угрозы, или в законе прописано очень мутно. Угроза создает угрозу чего-то. То есть создает угрозу чего-то. То есть сама по себе угроза – это несостоявшееся событие. Создание несостоявшегося события не может быть наказано. То есть ничего не произошло. Что такое угроза? Как доказать угрозу? Будет ли она, если у нее возможность быть реализованной, да, или нет? Ну, это очень... Для закона такие формулировки опасны. Для права такие формулировки опасны. Потому что право требует как бы применения. А когда у тебя есть очень широкая трактовка, очень широкий диапазон для трактовки, это... Ну, закон становится резиновым. Ты можешь его применить кому угодно. То есть наказать можно кого угодно. А как отличить? Это же вот тоже такая сложная тоже тема. Как это не намерено? Намерено это именно случайно случайно. Да, это тоже невозможно доказать. Поэтому я и говорю о формулировках странных, которые в этом законе прописаны. То есть нужно доказать факт того, что это сочинил, да, там, или, ну, не знаю, это... Закон написан ровно так, чтобы сделать его применение неограниченным, я бы так сказала. То есть в любой какой-то там желаемой для вас удобной ситуации. Ну, вот, а сегодня тему такую обсуждают, тогда вообще вот это вот правильно или в таком случае? Что? Поехалибус чистая новость, чистая правда. Ну, мне кажется... Что мне сказать? Ну, я думаю, сейчас, когда обстановка в обществе достаточно нестабильная, и геополитическая ситуация нестабильная, ситуация в стране, на мой взгляд, напряженная, власти действительно хочется контролировать информацию и ее распространителей, в том числе для сохранения действующего положения вещей, сохранения действующего политического курса и так далее. Поэтому то, что так много внимания уделяется фейк-ньюс для представителей власти, ну, мне это все понятно совершенно. Для чего это им нужно, и почему такой большой... ну, как бы столько времени уделяется обсуждению вот этих новостей. Вы же слышали, что там Песков говорит, что враги России используют против нашей страны. Ну, я думаю, он знает, о чем он говорит. Хорошо знает предмет. Руслан Валиев, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. 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 Руслан Валиев, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы», «Эхо Москвы», «Эхо Москвы Bay« в Уфе. Турлы тексты. Ммкин. То есть, фейк-януты, то есть... Немедельное дело, а оно фейк-януты? А, нет. А фейк-януты? Какие фейк-януты? Фейк-януты? А, да. Афейк-януты из СССР miners деревьев, а аудитория кашляр аларга конечна сложнее енды тега уррақ ойрырға фейк и не фейкны но бар-бар как-то тарашырға керек сме солья боларға ендек койсына доверия бар ну Five теге азер-рецепт ендек барабар тыс rows tear тараш . Это социальная сеть, мы с ним журнал «Барбер». Это был всегда иноперативный источник информации. Балышак Лар, Киряса, что-то генерное. Но это, наверное, как-то что-то очень сложно. То есть издание Ларва тоже, значит, официальное издание Ларва тоже? То есть интернет-факис, или это? Ну, да, конечно, конечно. Вы не решите еще оторвать? Как говорится, осваивать шоу направление, потому что Киряса, что СМИ тоже, такая, оперативная, ну, была я уже не получила. Оперативная игра, нормально, не? Да, я. Вот. Уже как бы... То есть журналисты, узлеры ищутся, да? Да. Что-то, как говорится? Журналисты, узлеры ищутся, что-то социальные сетки. Холокка, то есть шанс-карт? Холокка, шанс-карт? Холокка, шанс-карт. Да, 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 да. Боин, босыга шокарага не? Не, фойдалы, бек, кызык табылды. Ой, какой-то фойда был, деп, ойлайм, бізнин, нея, сауэпшистоха. А, помните, мы фейк-карага Викторовна? То есть шутерова тоже от Китая берекиры, то есть макаляны, там, коронавирсов, как-то, да? Ну, им, брынш, ойлайна, анти-хфейк-карага, именно социальные сетки, да, кубкана был дошел, действительно. У меня біз, как раз, тараштыкул ваходта, постоянно такой официальный комментарий олаха, Министерство здравоохранения, на чиновник, ладан, чтобы как-то кышляли на все-таки, ну, правильный руслога криторка, Потому что, действительно, нерасағана айштылмаду он вақытта, ну, киша стюміна боли мене хазар. Шо, маат, кида гда? Майфэн, каронавирус, ба тапында, етклер бетінды, тез, не сегдалан анарға, тез, шу, үнкер келгі етклер бүлді, там, шо, үнкер, мене хазар, шо, үнкер бәлігі, шо, үнкер бірі, шо, үнкер бірі. Когда коронавирус возникает фейк, ямлок, триллер, эмбир и шип, прививация и тирга имеш 20 лет, потому что чипирование, 5G, это все фейк, но у меня кишлэр, ашаннап китлэр, потому что действительно распространение нок был дыр. Ну, опять-таки, принуждение было мое, убеждение, мотивация, доказательство Лар Киряка. Я ни разу не соглашался, потому что...